Это новая серия трактора на прокачку, и мы тут, дабы написать новую, добрую историю. Каждый раз это вот, ты не понимаешь, на что ты идешь. Какой он мягенький. Он ниже тень. О, давай. Я официально нигде не работаю. Я отчистлю пауков и за ребенка инвалидов. На что жаловаться, кроме как на самого себя? Раньше водку пью. Пью хорошо. Сейчас 6 лет не пью. Либо работа, либо семья. Я выбрал семью. Держу свое хозяйство. Две коровы, кролики, куру, бычки. Картошка в огороде, мясо в сарайке. Что еще надо для полного счастья? А что вы мечтаете сейчас? Заменить машину. Другую Ниву взять. Мы приехали в Химке, чтобы посмотреть Ниву 4х4 в подарок. Дорогие, так приятно прокручивать в голове мысль, что вы поддерживаете меня и мою команду в замысле трактора на прокачку. Видео с семьей из Дагестана собрало 30 тысяч сердец и 2,5 тысячи уникальных комментариев. Не дожидаясь этих цифр, я отправилась в новое приключение, о котором и пойдет речь в этом видео. Предупрежу вас, получилась очень нестандартная история с открытым концом, исход которой будет за вами. Поэтому обязательно досматривайте до конца. И да, ваш лайк и просмотр дорогого стоит. Это правда. Поэтому я прошу, не забывайте ставить пальцы вверх. Ну а мы начинаем. Ну что, ребята, это новая серия трактора на прокачку. И мы тут, дабы написать новую, добрую историю. Прямо сейчас мы едем в никуда, чтобы сделать чуточку лучше чью-то жизнь. Отправляемся вместе с нами. Пойдем. Поиски нового героя вновь телепортировали нас в русскую глубинку. И то самое чувство меня снова не покидало. Ощущение, что мы не найдем того самого и будем тщетно скитаться очень и очень долго. Поначалу мои опасения подтвердились. Но затем мы зашли в деревенский магазинчик. И там... Я только что вышла из этого магазинчика. Я знаю, что место силы всех сплетен находится вот в магазинах таких сельских. И мы спросили у продавщицы, нужна ли здесь кому-то помощь. Ей на ум ничего не пришло. Она решила позвонить своей то ли маме, то ли тете. Дала мне трубку. И тетя меня навела на мысль, что в деревне Никулино, которая где-то здесь рядышком есть, есть колхоз. И в этом колхозе должны работать частники, у которых есть тракторы. Потому что здесь как конкретной такой сельскохозяйственной жизни нет. То есть мы едем сейчас в другую деревню, чтобы найти нашего героя. И снова в путь. Ребята, эта дорога мне жутко напоминает дорогу дедушке Вове. И я надеюсь, что такая же история у нас будет и с этой деревушкой. По-моему, мы уже на подъезде. Ребята, я в деревне Никулино. Мы доехали до сюда. Мы нашли эту деревушку по указателям от местных жителей. Сейчас мы нашли примерно подходящий дом. Постучимся в дверь и сделаем тест на доброту. Разыграем сценку, что якобы я попала в кювет, и меня нужно вытащить на тракт. Тем самым проверим, человек подходит под наш проект или нет. Что-то я опять очень сильно переживаю. Я уже записываю эту думу, наверное, раз в десятый. Потому что прям каждый раз ты не понимаешь, на что ты идешь. Непонятно, что сейчас будет. Вот дом, вот трактор стоит. Поле. А вось повезет называется. Я решилась подойти к домику на окраине деревни и постучаться в дверь. Нам не открыли, но из окна послышался мужской голос, который направил нас в другой дом, сказав, что там нам точно должны помочь. Здравствуйте. И тут на мои стуки отозвалась женщина. На вид очень добрая и отзывчивая. Ее звали Надежда, и мы с ней сразу разговаривали. Она поведала мне свою сложную судьбу и на чем держится вся деревня. Киндеры. Как вы знаете, сейчас я занимаюсь активно преображением своих машин. И с учетом того, что мне хочется постоянно их круто чунинговать и вымещать на них свой креатив, появляются большие затраты, так как много чего нужно покупать. Но для этого есть решение. Что за решение, спросите вы. А я вам отвечу. Это настоящая палочка-выручалочка. Кредитная сберкарта 120 дней без процентов. Кредитные карты могут казаться чем-то сложным и непонятным, но с этой картой все прозрачно. Давайте расскажу вам, как она работает. У кредитной сберкарты беспроцентный период целых 120 дней. Это значит, что если вернуть долг в течение четырех месяцев, то не нужно будет платить проценты вообще. Вот представьте, в августе вы делаете покупку, а когда вам нужно вернуть задолженность, чтобы не платить никаких процентов? Считаем вместе. Агуст, сентябрь, октябрь, ноябрь – четыре месяца. Получается, задолженность нужно вернуть до конца ноября. И самое крутое, что беспроцентный период начинается с первого числа каждого месяца. Для этого не нужно полностью гасить суммы текущего долга. То есть за покупки в сентябре деньги нужно будет вернуть до конца декабря. За покупки в октябре – до конца января. И так далее. Классно, не так ли? А еще с этой карты не нужно платить ни рубля за выпуск, обслуживание и уведомление. И оформить ее можно буквально за две минуты в приложении Сбера. Так что даже если сейчас вам кредитка не нужна, оформите себе кредитную сберкарту на всякий случай. Она все равно бесплатная, пусть лежит, вдруг пригодится. Более подробную информацию о карте вы можете посмотреть по ссылке в описании. Прыгайте! Мы наладным дышим. Старая техника советских времен. Покупаем эту запчасти. Это вообще так дорого все. А что за агрокомплекс такой? СПК, сельскохозяйственное производство оператив. У нас, да, дойные стадо, телята. То есть это комплекс, который и все Никулино? Да, да. Как бы работает в этом комплексе? Да, у нас 13 человек постоянно. И получается, они не как частники сами по себе работают, а просто в такой кооператив объединились и пашут. И эти все поля, которые там, это все получается... Да, это наш. А этот тарелочек такой маленький, да? Это личный, это личный наш моего мужа. Как же и у Олега такой же личный. А это, по-моему, МТЗ-40? Это Т-40. Т-40. А вы начали говорить про проблемы комплекса, что там нету никакой техники, либо она... В собственном соку варимся. Это как? Есть техника. В собственном соку. Да. На свои деньги. Есть деньги, покупаем, нет. Не знаю, что делать. И молоко у нас в Максатиха перестал. Как? Раньше все повышало-повышало. На 1 января 30 рублей было. А сейчас 24. Каждый месяц уменьшает по рублю. Как жить? Не представлю. Это молоко, которое дают коровы, и вы его продаете? Да, и мы его возим, да, на молокозавод. И она каждый месяц по рублю уменьшает. А это единственный потребитель, которому вы возите? Да, да, нам некуда деваться. Если начнешь с ними разговаривать, почему-то как, спрашивать. Ну, сказать. Идите своим молоком куда хотите, нам некуда деваться. Мы просто варимся, нам никто не может помочь. Просто никто. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Меня Ангелина зовут, забыла представиться. Надежда. Очень приятная, Надежда. Проблема, что ли? Да нет, нет, наоборот, разговорились просто. А это ваш, да, трактор? А сколько ему лет, если не секрет? 83-го года. У-у-у, 40 лет ему. А вы трудитесь на полях тех, да? В СПК, нет? Я в МЧС. А, МЧС. Понятненько. Ладно, не будем вас отвлекать. Спасибо, до свидания. До свидания. Выслушав душераздирающую историю Надежды, я столкнулась с первой дилеммой. Мне очень хотелось помочь ей, но я понимала, что та помощь, которую я могла оказать, была бы как капля в море для этого колхоза. А хочется сделать что-то действительно полезное и запоминающееся. И пока я ломала голову, каким же образом можно развернуть ситуацию, мы совершенно случайно наткнулись на следующего героя. Ой, здравствуйте. Привет, привет. О! Привет, хороший. Что, как я? Да, здравствуйте. А у вас случайно трактора нет вытянуть машину из кювета? Трактора нету. Нету? А может, знаете кого-то? Хорошо, сидит в кювете. Ну, она так застряла прилично. Я думаю, машина не вытянет. Могу попробовать. А вы в этой деревне прям живете, да? Ну, видите здесь уже, значит, здесь и живу. А может быть, у кого-то здесь есть трактор, который не уехал на ксенокоз? У вас такая живность интересная. А как вас зовут? Меня Петя. Петя? Да. Очень приятно, Ангелина. Ну, я поняла. На самом деле, Петь, мы... Я решила, чего тянуть и рассказала Петру правду, что никакой на самом деле машины в кювете нет. И это все продуманный сценарий, чтобы проверить его на добрые качества. На мой рассказ Петр и бровью не повел, просто посмеялся и решил похвастаться своим железным трудягой, что тот бы вытащил даже джип из оврага, если на то была бы надобность. А вот трактор, замена трактора. Вот. Все, что надо. Надо дрова привез. Надо вывезти, скажем так, говно. Вывез. Удобно, я поняла. Надо вывезти. Ты ему очень понравился, Даня. Сейчас, если круче покажу, то надо кормить птичку. Хотим, конечно. Кормим сухом. Кеш, мальчик, конечно. А он не кусает? Не кусает? Нормально, да? Можно ручку ему притянуть? У меня дочка трех лет не кормит. О, давай. Нормально, он кусает. Так неожиданно. Ну, так неожиданно просто. Неожиданно, да. Скорость. Ну, да. Ладно, он все съел со мной с пола. Петр оказался очень открытым человеком и не постеснялся показать нам свой быт, рассказать, на что он живет в этой деревушке и как он встал на ноги всего за шесть лет после того, как расстался с алкоголем. Это как? Это буханка же, да, переделанная? Да. Нет, это не буханка, это уазик-головастик. Уазик-головастик? Это бывший молоковоз, переделанный подгрузовой. Могу показать, сколько дров я навозил? Давайте. Пойдемте, пример приведу. Не меньше четырех вот таких телег. Ничего себе. Плюс продано настрову не меньше десяти телег. А вы как, отапливаете, что ли? Печной, это примерно раз труба видит, два труба. У нас же здесь газа нету. А то есть вы зарабатываете именно на том, что вы водите дрова во всей деревне? Я дрова вожу, я ядов вожу, я грибами завожу. Все, что мне приносит доход практически, от самочистой до грязной работы, я всем занимаюсь. А в деревне, вот допустим, я официально нигде не работаю. А вы сказали, что за ребенком инвалидом, а у вас дочка, вот, дочка, да? Нет, это не дочка, это последняя, это третья. У меня их трое. Сын средний, да, там виноврачей. А что случилось, если не секрет? Повредили позвонок. Природок было. Он не должен был ходить. Ну, разговаривать начинал, все. Потом раз, речь отнялась, у меня ребенок пошел. Вот в итоге, заместо того, что он, когда мы приехали, у меня ребенок пошедший, у меня врачи сказали, он у вас не должен пойти. Говорит, почему он пошел у вас, мы не поймем. Ну, в итоге у нас речь отнялась, а ребенок стал ходить. То есть он, получается, и немой, но ходит? Да. Ну, как немой, ну, жестами вот сейчас, у меня ему 6 лет. Гру, что 6? Он жестами мне все показывает, я как бы, ну, сам понимаете, родители поймут. Так как я из-за того, что я на себя опорнил, он не на жену, он по уходу, я не имею права нигде работать. На халтурках я больше получаю, чем, скажем так, в колхозе. В колхозе больше получать, скажем так, 17 тысяч. Это в месяц? В месяц. А это при полной ставке? При полной ставке. 17 тысяч? Да. Ну, вот сейчас подняли, вот я выходил работать до 20. А это на любой вот должности в колхозе так? Нет, каждый получает по-разному. А вот тракторист, допустим, который пашет в поле? Допустим, когда сезон, тракторист может 30 получить. А зимой, когда сидят лапы сосуды, ну, минималочку, скажем так, 15 тысяч. Ну, я смотрела у вас продукты, стоят примерно столько же, сколько и в Москве той же самой. Верите, нет, вот при хорошем раскладе, вот как у меня младший братец, купердяй, он лучше сядет в машину, прогонит ее до Твери, зайдет подешевле магазин, отоварится и приедет. В городе дешевле, чем здесь, потому что сюда возят логистикой, газели еще на ценку делают. Давайте приведу вам пример. Зайдите в любой магазин здесь, посмотрите, сколько стоит банан. Зайдите элементарно в городе, в любой. Пятерочка, магний. Посмотрите, сколько стоит там банан. Два раза дешевле. Здесь 120, там 70. То есть, основной хлеб вам вот приносит то, что вы развозите ягоды, трава, собираете. Да, вот, рабочая машина. Идут, рабочая элементарная машина. И у вас еще трое детей, один из которых... Ну, я смотрю, вы как будто счастливы. То есть, это вот прям, я говорю, от сердца. Вы рассказываете, вы не пытаетесь... Понимаете, некоторые люди стесняются, а что стесняться, если что естественно, то оно не безобразное. От этого уже никуда не денешься. Жена очень занимается. Жена в кого ходит доярка. То есть, вы, в принципе, вот в этой деревне осели и вот никуда особо не уезжаете? Да, вообще не живете. Я живу здесь с рождения. Да, был заскоп, я сваливал отсюда, работал в Твери на протяжении, скажем, лет пяти. И потом вернулся в деревню с супругой. А сели здесь, потом попытался поработать в Москве. В Москве маленько поработал. Либо работали, либо семья. Я выбрал семью. Я поражаюсь вашему выбору, потому что обычно мужчины выбирают работу, то есть самореализацию такую. Я выбрал эту семью. Это достойно уважения, на самом деле, Петр. Держу свое хозяйство. Две коровы, кролики, куры, бычки. Знаю, въебу его, его с не чешет. Все. Но вы живете в достатке и вообще ни на что не жалуетесь. На то, чтобы не жаловаться. Картошка в огороде, мясо в сарайке. Что еще надо для полного счастья? Сейчас ваш головастик исправен. Ничего ему не надо. Он работает, как вот часы свитерские, да? Могу показать. Давайте. На Невасике гоняйте. Я тоже работаю. Это же которая Шеви, да? Да. Так же заводится, как, знаешь, трактор такой. Стартер, стартер. Все. Блин, ну это кайф. Это прям реально кайф. Круто. Там баран гуляют. Там клетки кролики сидят. У вас так все так... Тут логистически все расставлено. Так тут курочки, тут молодой, да, помет. Бассейн есть. Вообще кайф. Ну вот сам посмотрите. Что еще надо? То есть вам даже вот нечего просить, как говорится, у Господа Бога. Все есть. На что жаловаться, кроме как на самого себя? Вот ничего вот этого не было. Раньше водку пил. Пил хорошо. Сейчас шесть лет не пью. Вот это все. Вот даже сейчас на территории есть. Вот это на протяжении всего шести лет я все пил. Все сами сделали? Все сами. Купили машину этого головастика? Две. Две машины. Два вот таких квадрика. Маппет, снегоход, сарай построил, гараж построил, колодец. Как хорошо не пить, да? Вот как-то продуктивность растет сразу, правда? Ну да. А что послужило катализатором? Почему перестали? Может, это то, что не обмыл ножки? Это как? Ну вот так. Как ребенок рождается, мужики что делают? Я не знаю, у меня детей пока нет. Надо дело это обмыть. Ну вот не обмыл, ребенка привез, прикинул, смысл на ребенка Аж самого раздражает, если кто-то пьяный ходит около ребенка. Кес, кес, кес. Ну иди, иди, на. Ну не стесняйся. Ням-ням. А о чем вы мечтаете сейчас, раз у вас все есть? Заменить машину. Вот эту или какую ниву? Эти оставим, все. Другую-другую ниву взять, потому что после того, как поедешь на больших машинах, маленькая для тебя уже не машина. А ниву просто посвежее хотите взять, да? Конечно, чтобы можно в город уезжать. Одна, как говорится, для работы, другая для города. А такую же, которая Шеви или Нивы 4х4? Старенькую, но... Ну, удаленькую. Да. А можно посмотреть кроликов у вас? Да, конечно. Ну, я смотрю, он рассекает, да, по сугробам здесь? У вас прям такая целина. Катайся где хочешь. Это овцы, да? Ме-е-е. И там еще маленький теленок. О-о-о, такой, смотри, облизывается на сяру у него. Привет. Выходи. Утюб-тюб. Такие они. Пу-пу-пу. Такие на сяндры у них не могу. О-о-о-о. Ох, какой. Ему не больно за ушки так? По-другому, его никак не возьмешь. Он тебя поцарапает. Какой мягенький. Натуральный такой. Ты натуральный? Он переживает, да? Я смотрю, нос он так двигает. А вы кушаете или что с ними делать? Я пока взял разводитель. А, слава богу. Пока разводитель. А теленка можно погладить? Да, конечно. Недавно, да, родился? Месяц. 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 Тебе всего месяц. Не бойся. Мофе облизять надо. Хочешь облизять? Он ниже теленок. А как выглядит ваш распорядок дня? То есть вы просыпаетесь? Утром встал, пошел в работу. Не захотел работать, пошел в лес. Не захотел, поехал на озеро на рыбалку. Все. А сколько у вас еще не секрет? Мне 38. 38. 38? Да. Я что-то в шоке сейчас. Что, старый? Нет, ну не то, что вы. Просто вы говорите на лет, наверное, 45-50. Все, спасибо. Еще раз до свидания. До свидания. Все, спасибо. Хороших вам собирайтесь. Ягод сбора хорошего. Спасибо вам. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Удивительно, как от установки в твоей голове меняется восприятие происходящего. Как сказал один человек, оптимист не стоит под дождем, он принимает душ под облаком. В истории Петра мне отозвалась его мораль. Выбор своей семьи, а не погоня за богатством. Главным следствием своих результатов по жизни являешься только ты. Счастье в мелочах и этот список можно продолжать очень долго. На мой взгляд, такие люди, как Петр, действительно вызывают уважение. И разговор с ним меня дико заземлил в хорошем смысле этого слова. По возвращении в Москву я решила действовать быстро. Я не верю в то, что я сейчас скажу, но мы приехали в Химки, чтобы посмотреть Ниву 4х4 в подарок. Let's go, глянем. Здравствуйте, Ангелина. Класс? На самом деле я очень удивилась, что вы подъехали на Крузаке. Почему? Это ваша типа техничная машина? Да нет, это вторая машина. Для лет собирал, не стал на ней ездить. А почему? Не знаю, просто не стал на ней ездить. Я поездил, но без учета. И она свежекрашенная какая-то, да? Да, я сам убивал. А почему подаете? Просто не хотите кататься? Да, она стоит на ней в месяц. Короче, тачка 2000 года. 1,7 литр мотор. Малиновый цвет такой. Давай посмотрим, что у нее под капотом. Тут ничего не интересного. Аккумулятор 1,7 простой. А аккумулятор вы... Оставлю новый. Этот старый. Все, поняла. 215, да, вы ее поставили? Это без торга? Без торга. Сколько скинете? Мы на подарок покупаем одному человечку. Да? Да. Каморка. Да, мужичку из деревни. За 200, да. За 200, это как будто хорошо. Даже тонер, смотри, здесь есть. Ничего себе. Полно нужно собирать. Удеально. Снаружи она выглядит чуть лучше, чем внутри. Но задний ряд есть. Даже есть у нас пионер тут. О, ура. Смотрите, руль какой карбон. Блин, руль это дорогой. С Воссена, короче. С Азербайджана я его заказывал. Что, это Воссен? Да, Воссен делал его в Азербайджане. Короче, стиль имеет, на самом деле. С красной отметкой вот этой. А дверные карты что скинули? А, то есть без дверных карты дается? Я не успел закупить. А сколько, не знаете, они стоят там? 3000 рублей. А сейчас она так заводилась долго, потому что ей нужно было... Она давно стояла, за ней никто не приезжал, почему-то. Звонили просто, все, цене там говорили, там, 180-170, я даже не отдавал сразу. А у нее переделана как оптика, да? Да. Вот, решетку заказывала, она тоже с Баку приехала. В Москве таких не ехал. Оптику здесь купила полностью заказывала. Бантеран, новые стоколы, новые зеркала, пульседеста. А, реально смотри! Чистотые мельки какой-то, да, зеркало? А почему она посажена на попу? Ну, это наш стиль такой азербайджанский. Но это пневмо у нее? Не-не-не, это просто пиленные пружины. Я просто не успел еще морду поднять. То есть это как типа стенд такой на задний? Типа что-то того. Окей. Но машина из-за того, что она посажена назад, она не потеряла своей проходимости. Она, наобрат, лучше стала. Я ездил, нарывался, что-нибудь так не делали. Нормально она ездит. Сейчас подсохну. И сабусь продам. Дядя Петя, мне кажется, сабусь не понадобится. Вот там с этим скеш и слушать волосы. Фига. Просто я теперь поняла, почему она на жопу села там чисто сам просто. Вес и бит. Как вы ее обслуживали? Там масло меняли? Ну как, масло вот купил даже, не поменял. Фильтр там лежит. Не менял масло. Менял масло, как покупал все. Я купил, короче, дедушке один хвост там был. Я покрасил полностью, вот бампера все купил, поставил. И все, она стоит. Я даже не успел салон собрать. Но на рыбалку успели слить. И это хорошо. Да. Хорошо, Рамзан, мы как подумаем, как придумаем что-то, дадим вам ответ тогда. Да, без проблем. Все, спасибо. До свидания. Спасибо, что уделили время. Один владелец по ПТС, 2000 год выпуска, полный перекрас, без рыжиков, обновленная оптика, только дверные карты вставить. Как будто бы неплохой вариант для Петра, но меня смущают спиленные пружины. Как-никак, Петр любитель выехать в грязь, а заниженная машина чуток потеряла функциональности в этом плане. Конечно, может быть, я ошибаюсь. А вообще, ребят, я хочу обратиться к вам за просьбой. Мне нужен ваш фидбэк, как никогда прежде. Петр мега добродушный человек и трудоголик, который никогда не ждал помощи со стороны. И как мне кажется, он заслуживает кататься на хорошем невасике. Дайте мне знак пальцем вверх, что вы поддерживаете мою идею. И если соберем 40 тысяч лайков, Петр и его детки будут вместе кататься по грибы на хорошей Ниве. Поехали!